Всем привет! Вы на канале Удивительная Планета и сегодня мы поговорим с вами о Боденском озере. Боденское озеро – третье по величине озеро на Европейском континенте. Оно расположено в предгорьях Альп между Германией, Швейцарией и Австрией. Но три соседних государства делят его только де-факто. Никаких формальных соглашений, которые бы определяли границы между ними в черте этого водоема не существует. Боденское озеро, площадь которого составляет 536 квадратных километров при длине 63 километра и глубине 254 метров, рассматривается не как общее владение, а в большей степени как не принадлежащее никакой стране. Это уникальная природная зона, в которой имеются все условия для полноценного отдыха. Многочисленные туристы, приезжающие сюда в отпуск, вряд ли задумываются о международно-правовом статусе Боденского озера. И уж мало кто знает или догадывается, что долгие годы оно входило в число самых проблем их с точки зрения экологии водоемов Европы. И все благодаря стараниям Рейна, который нес сюда свои грязные воды. О тех не самых приглядных временах уже ничего не напоминает, поскольку экологическая ситуация была благополучно выправлена. Сегодня озеро Констанс или Швабское море – уникальный водоем, хорошо известен и под этими названиями. Являет собой образец чистоты. Озеро, самое большое в Альпах и редко замерзающее зимой, открывает перед приезжими широкие возможности для полноценного досуга. Хотите понежиться на пляже? Как говорится, добро пожаловать. Вас интересуют водные виды спорта? Или есть желание порыбачить? Будет вам и то и другое. Еще вас ждет много интересного. Круизы по Боденскому озеру на комфортабельном катере или белоснежной яхте. Знакомство с местными историческими и культурными достопримечательностями. Мы уже не говорим о концертах и фестивалях, регулярно проводимых в прибрежном немецком городе Констанс, собирающих многочисленную аудиторию из числа местных жителей и туристов. Боденское озеро невозможно рассматривать в отрыве от окружающих его гор и расположенных в окрестностях больших и малых населенных пунктов. Все вместе это создает удивительную по своей красоте картину, все оттенки которой невозможно передать словами. Прозрачная изумрудная вода, чистейший горный воздух, широкие возможности для лечения грязями и термальными водами. Природа или Господь Бог явно пребывали в прекрасном расположении духа, раз уже у них получилось сотворить такое волшебное место, единственное в своем роде. Боденское озеро простирается между городом Бригенц и общиной Бодмана Люкдвигсхаффен в Германии. Максимальной ширины 14 километров оно достигает на отрезке от Рамосхорна до Фридрихсхаффена. Самое глубокое место находится между Утвиллем и Фишбахом. Последний является районом Фридрихсхаффена. Швабское море – это по сути три водоема – Верхнее озеро, Нижнее озеро и река Рейн, соединяющая первые два. На северо-западе расположен рукав Верхнего озера, имеющий пальцевидную форму. У него даже есть собственное название – Оберлинген. Он нередко рассматривается как самостоятельный водный резервуар, граница которого проходит между полуостровом Бодорюк и городом Мерцбург. Полуостров Бодорюк также служит естественной границей Верхнего и Нижнего озер. Последняя, в свою очередь, разделена на несколько районов с различными геологическими отложениями – моренами. У них тоже имеются собственные названия – это озера Гнаден и Целлер. Последняя находится западнее острова Рахинау, точнее, между полуостровами Матенау и Хёри. По периметру Боденского озера, судоходного, раскинувшегося в древней ледниковой долине на высоте 395 метров, находятся такие всемирно известные курорты, как Констанц, Мерцбург и Линдау. Водоем богат на целых 11 островов, самыми известными из которых являются Майнау и Райхинау. Между островами и городами налажено паромное сообщение. Поскольку юридически Боденское озеро не принадлежит ни одному из государств региона, и к тому же Федеративная республика Германия, Австрийская республика и Швейцарская конфедерация являются участниками Шенгенского соглашения, местные жители и туристы могут перемещаться по водоему и посещать любую из названных стран без виз. Несомненно, это очень удобно. Такими возможностями охотно пользуются все. Растительный мир вокруг Боденского озера настолько пестр и разнообразен, что кажется природа специально собрала в одном месте столько красоты на радость людям. В удивительной гармонии соседствуют хвойные и лиственные леса. Сочные альпийские луга сочетаются с полями, на которых растут ромашки, маки, клевер, незабудки. Если вы побываете в этих местах в апреле, то можете насладиться яркими красками роскошных тюльпанов и нарциссов. В мае здесь цветет завораживающая нежность у своих красок азалия, а летом царственные розы, а также георгины, бархатцы, цинии и львиный зев. В парках городов, прилегающих к побережью, можно встретить даже экзотические деревья – банановые, пальмы, магнолии. Не менее богата и местная фауна. Озеро давно стало родным домом для уток и цапель, лебедей, редко встречающихся чомк. Подводный мир также можно назвать густонаселенным и многонациональным. Из здешних обитателей можно выделить щуку, угря, судака, голубого хариуса и окуня. В 80-х годах прошлого века из Боденского озера исчезла вся форель, чему причиной стало загрязнение воды фосфатными удобрениями. После того, как правительство Германии приняло все меры к тому, чтобы очистить ее от вредных примесей, популяция этой рыбы восстановилась. Великолепную природу Боденского озера дополняют достопримечательности, расположенные на его островах и берегах. Причем захватывающие дух панорамы можно увидеть из всех трех стран. Уютные европейские города и деревни, наполненные средневековыми сооружениями – остров Рахинао с древним монастырем, знаменитый Гринский водопад. Вот далеко не полный список мест, заслуживающих внимания путешественников, приезжающих к Боденскому озеру. Самым популярным городом на немецком берегу Боденского озера является Констанс. Расположение у него поистине уникально. Он разместился на границе двух частей водоема и составляет одно целое с населенным пунктом Кройцлинген, что на швейцарском побережье. В Констанце очень много молодежи, ведь это университетский город. Но сюда приезжают не только представители молодого поколения и не только за знаниями. Здесь сосредоточено немало красивых достопримечательностей, особенный интерес из которых вызывают фортификационные сооружения поздней римской эпохи и различные культовые здания. Внешний облик озера определяют также средневековые бюргерские дома и олицетворяющую эпоху грюндерства архитектурные памятники. Тут находится и старейший в Германии муниципальный театр. Есть в городе и настоящая, если можно так сказать, цветочная достопримечательность. Это остров Майнау. Он расположен на Боденском озере, а с большой землей его связывает мост. Удивительно, но на этом клочке суши царит поистине тропический климат. Для Германии вообще не характерный. Благодаря таким условиям здесь прижились редкие виды средиземноморских цветов и растений. Орхидеи, нарциссы, тюльпаны, гиацинты. Летом здесь цветут великолепные розы, экзотический гибискус и пассифлора. Еще один город, относящийся к Германии, это Линдау. Он тоже пользуется заслуженной славой курортного туристического центра. Ведь здесь находится множество памятников истории и культуры. Большинство из них можно увидеть в островной части города, известной как Старый Линдау. С материком ее связывает мост и дамба. В этом городе находится самый красивый порт во всем Боденском озере, основанный еще в начале XIX века. На его территории возведен величественный памятник поварскому льву, высота которого 6 метров. Работу выполнил местный скульптор Йоханн фон Хальбинг. Посетив старый бюргерский дом Кавацин, вы окажетесь в городском музее с очень занимательными экспонатами. Другая популярная достопримечательность – это здание городской ратуши, построенное еще в средние века. Отдельно следует сказать об острове Райхенау, еще одной визитной карточке Швабского моря. Он самый большой здесь, и на его земле находится древний Бедендикский монастырь, основанный еще в VIII веке, странствующим проповедником Пермином. Самым старым храмом острова является церковь Святого Георгия. Частью его внутреннего интерьера являются обнаруженные в 1880 году фрески. Райхенау обитаем, здесь живет примерно 3500 человек. Одни занимаются земледелием, другие – рыболовством. Интересно, что кроме традиционных для нашего климата фруктов и овощей, на острове прижились даже экзотические Киви. И еще весь остров вместе с его древней обителью включен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. И, наконец, Фридрис Хаффен, второй по площади после Констанца немецкий город на берегу Боденского озера. Если сравнивать его с соседними населенными пунктами, то он еще молод. Свое название получил в честь прусского монарха Фридриха I. В туристическую гавань он стал превращаться в середине XIX века. Любопытный факт – в городе имелась фабрика дирижаблей, самая первая в Германии. Не стоит удивляться, что одно из самых любимых развлечений туристов – это воздушные прогулки над городом, совершаемые именно на дирижабле. Такие путешествия словно переносят начало прошлого столетия. Самым узнаваемым символом Фридрис Хаффена по праву называют церковь, возведенную еще в средние века. В городе много музеев, самыми популярными являются музей воздухоплавания графа Цепелина и музей школы. Самым же популярным городом на противоположном австрийском побережье является безусловно Брегенс, где тоже созданы замечательные возможности для отдыха и туризма. Символом города является башня Святого Мартина, в здании которой сегодня располагается военный музей. Немалый интерес представляет и Старая Радуша, история которой берет свое начало с 1662 года, а также средневековая церковь Святого Гаала в готическом стиле. Если вы подниметесь на вершину Пфандер, то перед вами откроется панорама одновременно трех государств, которые объединяют Боденское озеро. Кстати, прямо на воде построена сцена, на которой традиционно проходит оперный фестиваль. На нем очень любят бывать туристы. К тому же они могут похвастаться родным и близким, что их нога ступала на самую большую плавучую сцену в мире. Рассказать о Боденском озере и не упомянуть самый большой на континенте Рейский водопад – это стало бы непростительным упущением. Это завораживающее природное зрелище, удивляющее своей мощностью и стремительностью падающего потока. Находится в излучине Рейна. Водопад от нижнего озера отделяет какие-то 20 километров. То, как устремляются с 25-метровой высоты вниз тонны воды, разбиваясь о берега и скалы, забыть невозможно. Не менее впечатляет и ширина водопада – порядка 150 метров. Чтобы туристам было удобнее его рассматривать, вокруг водопада установлены смотровые площадки. Центральная площадка находится прямо посередине. Добраться до нее можно только на лодке. Рейнскому водопаду посвящен музей, который находится в замке Лауфен. Боденское озеро находится в центральной части европейского континента. Европа, как известно, отличается развитой транспортной системой, что и дает путешественникам возможность выбирать, каким способом они хотели бы сюда добраться. Множественность вариантов обусловлена и тем, что примыкающие к водоему Германии, Австрии и Швейцарии не только располагают современными авиа, железнодорожным и автомобильным транспортом, но и тесно скооперированы друг с другом в плане транспортного сообщения. Самым быстрым и комфортным способом оказаться в этом замечательном месте на стыке трех государств является авиаперелет. Региональный аэропорт, расположенный в городе Фридрихсхаффен, является самой близкой к озеру воздушной гаванью в Германии. Однако, некоторым туристам удобнее сначала прилететь в Мюнхен, Цюрих, Инсбург, Штутгарт. Из этих городов до района Боденского озера ходят автобусы и поезда. Время в пути от двух до трех часов. Покупать билеты желательно заранее на сайте компании-перевозчика, иначе на нужный вам день мест может не оказаться. Один из альтернативных, но не менее популярных вариантов добраться до Боденского озера аренда автомобиля. Найти подходящий автомобиль не составит никакого труда, ведь центры, предоставляющие соответствующие услуги, имеются во многих немецких аэропортах. К услугам туристов самые разные машины и по размеру, и по модели, и по классу, и по наполнению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова